Строительство военного городка на месте дислокации зенитно-ракетного комплекса в Хакасии завершится в июле. Там будут нести службу 300 солдат со всей России. Власти Хакасии непосредственно поддерживают строительство. Подробности в нашем материале. 18-й цель, 0-1-я. Зарушитель государственной границы Российской Федерации. Цель вещественного уничтожения. При входе в зоне цель вещественного уничтожения. 12-й задачу понял. Цель, которая подлежит уничтожению, конечно, условная. Это учение. Сегодня военные демонстрируют свои силы. Зенитный ракетный полк был развернут в Хакасии в июле прошлого года. Ракетный комплекс 300 километров способен поражать более 50 воздушных целей в течение одной минуты. Основные функции, значит, бригада, дистанцирующая здесь Сапогово, это охрана и оборона государственно важных объектов. Самый важный объект – это у нас Саяно-Шушенская. Зенитный ракетный полк держит под охраной воздушное пространство трех регионов – Хакасии, Тувы и Красноярского края. Немалую роль в том, что военные поселились именно в Хакасии, сыграли власти республики. Переговоры шли в течение двух лет. Местность в Усть-Абаканском районе оказалась оптимальной, учитывалось несколько аспектов, в том числе удаленность от населенных пунктов и возможность подвести инфраструктуру, свет, воду. Пока солдаты несут службу в полевых условиях, сейчас для них строятся столовые, казармы. График сейчас утвержден, скорректирован и дача объекта на 1 июня перенесена. Поэтому сейчас пока все по графику. Военный городок рассчитан на 300 солдат. Все они – срочники со всей страны. Сегодня с успешной службой в рядах Вооруженных сил России их поздравил глава Хакасии Виктор Зимин. Есть отношение, наверное, прежде всего отцовское к вам. Я вас поздравляю с хорошей службой, с одним из совершеннейших вооружений мира. Спасибо за службу, товарищ коммунистер. Строительство военного городка ведется при непосредственной поддержке правительства. Власти Хакасии заинтересованы, чтобы республика стала не просто местом службы, но и вторым домом для солдат. Мария Добрынина, Елена Крылова, Сергей Казмин, Вести Хакасия.